День немецкого единства официальное воссоединение ГДР и ФРГ. Этот день был провозглашен национальным праздникам и государственным выходным. День немецкого единства разделены на две половины между странами Восточного и Западного Блока. Из одной страны образовались две новые независимые ГДР, входившая в сферу влияния Советского Союза, и ФРГ, принявшая правила игры США. Был поделен и Берлин, современная столица Германии. Затем более чем 40 лет граждане одной стороны, чтобы увидеть родственников, проживающих в другой стороне, вынуждены были перелазить нелегально в стену. Ее официальное название – антифашистиша Шуцваль – антифашистский оборонительный вал. Берлинская стена – массивное сооружение из камня и бетона с мощной охраной, минами, датчиками передвижения, колючей проволокой и прочими средствами защиты от человека. Западный Берлин был изолирован от остальной территории ГДР этим барьером из бетонных плит, возведенным за одну ночь и тщательно охраняемым. Огромная масса людей утром 14 августа попытались уехать к месту жительства или на работу. Десятки тысяч людей скопились у Бранденбургских ворот и в других местах по обе стороны вновь с созданной границы, но все их попытки перебраться через нее решительно пресекались полицией ГДР. В истории Германии начался новый период. И вот когда СССР стал распадаться, в Восточной Германии произошла осенняя мирная революция, в результате которой была разрушена стена, отделявшая друг от друга две родственные половины. В первые же дни стену начали ломать, сначала допотопными орудиями труда, а затем уже и тяжелой техникой. Но через некоторое время берлинцы образумились и в некоторых местах даже начали ее восстанавливать. В основном это были блоки, разрисованные различными граффити, и которых было просто жалко. Уцелевшие блоки отшлифовали и перенесли на новое место. Рисунки скопировали и покрыли лаком. Поломанные переделали заново. Сегодня это целый мемориальный комплекс East Side Gallery длиной более трех километров. Музей под открытым небом. Правда, отдельные блоки стены в Берлине можно встретить и в других местах, глухих и забытых Богом, где она никому особо не мешала и не мешает до сих пор. 3 октября 1990 года произошло долгожданное событие. С тех пор этот день очень важен для немецкого народа, который каждый год с большим удовольствием отмечает этот праздник. КОНЕЦ ОТПОБРОДНОВЫ ОТПОБРОДНОВЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Auf dieser Art von Besuchern warnt wir uns ganz jeder gewohnt, dem es gefällt, sind das freundlichste Volk auf dieser Welt. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Nur eine Kleinigkeit ist hier verkehrt, und zwar das Schuhmacher, kleinen Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Es bilden sich viele was auf Deutschland ein, und mancher findet es geil, ein Arschloch zu sein. Es gibt manchen, der sich gerne über Kanacken beschwert, und zum Flicken jedes Jahr nach Thailand fährt. Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen, den deutschen Autos, könnten wir vertrauen. Dort hat die Erde nur einmal geküsst, genau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist. Überall die besten, natürlich auch im Bett, und zu Hunden und Katzen besonders nett. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Und es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Wo greift ihr? Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Wir sind besonders gut im Auf-die-Fresse-Hauen. Auch im Feuer legen kann man uns vertrauen. Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit. Wir sind jederzeit für den Krieg bereit. Schön, du es an die Welt, seht es endlich ein. Wir können stolz auf Deutschland. 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 Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Danke, Stuttgart! Vielen Dank! Wir werden mit dem Sprichwort. 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 Такие акценты были важны в любое время, поэтому пословицы «были», «есть» и «будут» в нашей речи. Менталитет русского человека и немца отличается, поэтому различия будут видны и в пословицах. В сравнении с русским языком немецкие пословицы условно можно разделить на три большие группы. Первые — это пословицы с полным совпадением. Вторая большая группа — это пословицы с одинаковым смыслом, но различными образами. И, наконец, третья группа — это пословицы, кардинально отличающиеся от русского языка. Основная часть немецких пословиц очень похожа на русские. Например, пословица «беста шпет аль сни». Переводится как «лучше поздно, чем никогда». Или такая пословица как «да аппетит комт байм эссен». Аппетит приходит во время еды. Такие пословицы относятся к первой группе. Несложно найти достойный перевод в русском языке, и эквиваленты полностью совпадают. Существуют также пословицы с одинаковым смыслом, но с разным для русского и немецкого языков образами. Так, например, пословица «да ликт де ахазе им фефеа». Дословная пословица переводится как «тут лежит заяц в перце». Для русского языка есть другой эквивалент «вот где собака зарыта». Или другая пословица «да шванс мус дэм фук спольген». Дословно она переводится как «хвост должен следовать за лесой». В русском языке мы употребляем другую пословицу «куда иголка, туда и нитка». Для немца смысл этих пословиц предельно ясен. Русский же человек столкнется с определенными трудностями при переводе. Ему будет необходимо найти эквивалент в своем родном языке и расширить знание немецкого. Существуют также пословицы, которые кардинально отличаются от немецкого языка в русском языке и наоборот. Так, например, немецкая пословица «гобхайд и штольц ваксен ауф айнем холь». Дословно она переводится как «грубость и гордость растут на одном дереве». Не пытайтесь найти аналог этой пословицы в русском языке, так как мы не объединяем эти два понятия «грубость» и «гордость». А также пословица «хофен и хаарен махт манхен сум нахм». Что в переводе означает «надеяться и ждать, глупым стать». В русском языке мы употребляем пословицу «бог терпел» и «нам велел». Эти пословицы можно отнести к третьей группе. Именно сравнение пословиц из этой группы дает нам наиболее полное представление о разнице между немецкими и русскими пословицами, соответственно, между немецким и русским менталитетом. Так, например, пословица «хоин де ин де анод гейн хун дэ ад ау файн лот». Согласно которой для немца «сотня друзей» не помощник, а в русском языке мы привыкли к помощи друзьям. Согласно пословице «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Итак, дорогие друзья, абсолютно неважно, в какой стране вы живете, на каком языке вы говорите, важнее всего помнить, что народная мудрость всегда с вами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова